Открыли фестиваль ГТО 4 теста из разряда легкоатлетических. Прыжки в длину, метание гранаты, бег на короткую и длинные дистанции. Упускники общеобразовательных учреждений показали отличные результаты. 9 девушек и 7 юношей уложились в нормативы на золотой значок по всем четырем видам. Особые успехи 11-классники показали на стометровке. В этой дисциплине 57 обладателей золотого значка. Быстрее других стометровую дистанцию преодолели Елизавета Швайко и Даниил Кабалюк. В прыжках в длину отличились Кирилл Бибякин, Елизавета Швайко и Полина Козлова. В метании преуспели Аркадий Попов и Ольга Абрамова. В забегах на 2,3 километра лучшие результаты у Кирилла Шуруева и Марии Пятлиной. Впервые в числе куратора фестиваля ГТО в Кутласе были задействованы почетные гости. Олимпийские чемпионы прошлых лет, заслуженные мастера спорта Советского Союза, участники Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды» детям и молодежи России. Звезды поддерживали ребят на этапах, а также живо интересовались планами котловских выпускников. Один мальчик хочет поступать в милицию, другой мальчик, я говорю, буду поступать в ФСБ. Приятно узнавать, что мальчишки уже избрали дорогу жизненную, но некоторые еще как бы плавают, еще не знают, как, не решили еще. Но время еще есть, но мало. В первых тестах фестиваля ГТО приняли участие 73 выпускника городских школ. Всего им необходимо преодолеть 11 испытаний, 4 из них являются обязательными. Тем, кто идет на золотой значок, следует закрыть 8 видов. Следующий этап фестиваля ГТО – силовая гимнастика. Сдача тестов запланирована на 10 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok